Экономик Загет поступил такой вопрос. Какое оно истинное раскаяние? Какое оно? Сразу прямо напрашивается такое слово. Какое оно? Сладкое, прежде всего. Сладкое. Истинное раскаяние сладкое. Радостное истинное раскаяние. Истинное раскаяние еще может быть мирным. Когда Господь дает такой мир Духа. Этот мир не от мира всего. Он совершенно особый. Когда благодать Божия касается нашего сердца. Истинное раскаяние может быть еще таким светлым. Потому что просветляется наша душа от раскаяния. Мы совершенно по-другому, по-светлому смотрим на окружающий мир. Везде видно все светлое. Все кажутся нам хорошие, добрые. Всех мы любим. И все нас любят. Мир кажется просто раем. Это тоже плод раскаяния искреннего. Какое еще бывает раскаяние? Раскаяние бывает решительное. Когда мы, покаявшись, решившись больше не грешить, мы и не грешим. Потому что мы не только Бога боимся, поэтому не грешим. А нам просто не хочется грешить. Не хочется. Грех не становится уже тем, вернее становится не таким привлекательным. Или совсем не привлекательным, можно сказать. Совсем не привлекательным. Даже отвратительным для нас с вами. Именно в силу нашего искреннего раскаяния. Какое еще искреннее раскаяние? Когда мы искренне каемся, то, безусловно, мы не можем Бога не благодарить. Потому что покаяние это всегда не только наше раскаяние, это еще действие Божие. И мы получая от Бога прощение, чувствуя, или дерзая чувствовать, что Господь нас простил, по тому миру, который усиляется в нашу душу, по тому отвращению ко греху, мы начинаем Бога благодарить и понимать, что мы недостойны того, что Господь нам дал. Того, что Господь нам дал. А Господь за это чувство недостойности, за смирение, дает нам еще больше мир, еще больше утешения, умиления. А мы еще больше Бога благодарим. А Господь опять еще больше дает. И так до бесконечности. Поэтому искреннее раскаяние, оно возводит нас от земли к небу. Оно раскрывает перед нами бесконечные горизонты Божьей милости. Искреннее раскаяние бывает тогда, когда мы искренне признаемся себе и Богу в том, что мы согрешили. Когда мы себя не оправдываем. Когда мы всю ответственность за совершенный грех никого не перекладываем, а берем только на себя. И от этого наше раскаяние становится искренним. Искреннее раскаяние бывает тогда, когда мы верим, воскупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. И верим, что Господь принимает наше покаяние. И верим, что Он обязательно нас простит за наше покаяние. Мы должны веровать в это. Ведь веры нет раскаяния. И тогда будет искреннее раскаяние. И конечно, искреннее раскаяние это измененный образ жизни. Когда мы покаявшись, мы становимся другими людьми. И по мыслям, по чувствам, по нашим делам жизнь наша меняется. И это есть те плоды, видимые плоды. Бывают плоды видимые, бывают невидимые. Невидимые – это плоды благодати Духа Святаго, которые больше видимы только нашей душой, нашим сердцем. А видимые – это сменение нашей жизни. И Господь и говорит, призывая всех нас, чтобы мы сотворили плоды достойные покаяния.